Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать обратно в Terra Invicta за сопротивление! В прошлый раз мы начали строить наши новые корабли нового поколения, большие, ну, относительно большие. Общественная компания «Успех в Китае» плюс 4%, всего 40%. Мы каждый раз увеличиваем, но он почему-то снижается. Ну, то есть, ну, не то что снижается, но держится примерно на уровне 40%. То есть, слуги, видимо, тоже постоянно работают там. Повторить и продолжить. Армия завершает развертывание, окей. Линкоры мы начали строить. И Америка, да, тут мы планировали объединение. Да, у нас есть объединение с Панамой и с Сальвадором. Объявить войну мы можем. Ну, здесь ничего интересного нет. Вступить в Федерацию тоже ничего интересного. Стопа, Доминиканская. Республика. У нас есть на них претензии, интересно. Объединение. Давайте Панама. Закрыть. Новый доступный проект. Компактный твердотопливный реактор деления второго уровня. Хорошо. Шесть кораблей таких у нас линкоров уже строится. Новый доступный проект. Батареи частиц... Батареи частицовых лучей. Остановить как избранное. Но еще 200 дней до окончания строительства этих кораблей. Так что... Еще не скоро мы их получим. Модуль завершен. Добывающий комплекс. Ну... Ну, в принципе, второй уровень уже неплохо будет металлов отсюда получать, да. Когда энергия заработает. И еще, и еще. Вау. Видимо, я в какой-то момент сразу кучу их отправил строиться. Хорошо. Так, здесь мы можем... Вот этот модуль уже можно будет заменить. Но давайте сначала дождемся, когда все построится. Потом уже будем менять. Здесь тоже самое. Хорошо. Это у нас на Меркурии. Окей. Так, у нас появилось немного управлений полетами. Так, не понял. О, все участки на поверхности уже заняли. И на... И... Эм... Хм... Так, и среднюю орбиту уже тоже заняли. Хм... Так, а на Венере у меня, где станции, на 100 тысяч, 20 тысяч, 13 тысяч. То бишь, на высокой, средней и низкой. Ну, давайте добавим еще одну на... Нет, на низкой орбите. 60 дней. Значит, там уже есть строительная нанофабрика. Хорошо. Управлять станции. Это у нас Венера. 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 Стоп. А у нас на Венере есть... Верфи. Две верфи на Венере. Три верфи на Меркурии. Та станция. Давайте сюда добавим тоже Верфи. 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 Оборона. 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 Мерфи. Мерфи. Эй. Блин. Выбрал постройку на земле, случайно, за деньги. Так. И туда... Мерфи. Так, зачистка в Никарагуа сработала. Хорошо. Пум-пум-пум. Так, все ок. Отменить союзы. Великобритания. Под кем у нас? Подтвердить. Все. Ок. Союзники пропали. Соперников нет. Значит, соперничество нам нужно объявить со стороны Америки. Да, нет у нас соперничества. Тогда надо будет кому-то объявить соперничество. А, стоп. Соперничество это же здесь. Никарагуа. Забыл, что соперничество это не через приказ, а через вот здесь просто. Правильно? Никарагуа? Да, Никарагуа. Никарагуа. Подтвердить. Соперничество с Китаем пока не получится отменить. Ну ладно. Ок. Теперь нам нужно сколько ждать до объявления войны? До 15 июля. Ок. Так. Факс. 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 То есть здесь свою задачу выполнила. В Китае никого лишнего нет? Интересно. Факс. Так. Эдин Бес. Атакуй. Инопланетные формы жизни. Грин Флай. Факс. 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 Объединение. Доступно еще одно. Отлично. Объединяемся. Факс. И Александр идет проповедовать в Китае. Так. Кто у нас еще свободный? Мартиз. Ты защищаешь в Америке. Это подождет. Иди. Исследуй действия пришельцев. Подтверди... Стоп. Подтвердить. Поехали. Окей. О. Правление полетами построили где-то. Хорошо. Проект Исход завершает переход на низкую орбиту Меркурия. Так. Ну у них нету морпехов. Ну теоретически они могут атаковать беззащитные станции. И уничтожать их. Операция изучить советника успех. Инициатива. Евангелист. Попытарить и продолжить. Новый доступный проект. Экзотическая батарея из нано-провода. Установить как избранная. Дополнительный модуль построен на Меркурии. Все, да. Здесь теперь все готово. Так. И вот эти три модуля мы теперь можем заменить или обновить. Так. Нам понадобится как минимум обновить солнечный массив. Этот массив точной обороны нам более не нужен. Гидропонная ферма у нас есть. Строительная нанофабрика еще строится. Это у нас будет хороший запас по энергии. Так что давайте построим научные станции. Чего у нас не хватает. Ну, военное дело чуть-чуть поднялось, но все еще отстает. И после него информатика. Военная наука. И информатика. Так, по идее, тебя... Нет, тебе все равно не хватает. Ну, окей, ладно. Ждем, когда все построится. Так, здесь то же самое. Обновить здесь. Ну, это как раз военная наука. И поэтому мы потеряли этот бонус. Ну, давайте добавим сюда. А у них синергический бонус какой-то есть? Если они на одном месте находятся. Нет. Нету. Тогда биология. Освоение космоса 40. Материалы 25. Вот давайте на материалы. Я сначала... Ну, не сначала. Одно время строил станции специализированные. Там только научные исследования. Там биология. Либо только материалы. Либо только ксенология. Либо что-то такое. Но потом я подумал, что так как у них нету синергического бонуса. Вот я сейчас перепроверялся. А есть? Нет? Ну, пока что мы не видим. Нету такого. Что если на одной станции они все находятся, то они больше бонуса дают. Нет. Такого нет. Поэтому я пришел к выводу, что лучше наоборот их сортировать по разным станциям. Да? Если мы потеряем одну станцию, то мы не потеряем сразу весь бонус. А мы потеряем только часть бонуса везде. Мне кажется, что это проще, чем... Ну, лучше для нас в целом. Чем потерять, допустим, 100% исследований бонуса в какой-то одной категории. Так, по энергии. Все будет ок. Продолжаем. Общественная компания в Китае. Успех. Повторить и продолжить. И еще один успех. Вот теперь, да. Теперь слуги не противодействуют. И поэтому мы легко повышаем свой уровень поддержки. До этого... А, ну, тут есть кто-то от слуг. То есть... Надо будет их отсюда гнать, конечно. Надо. Так, вступить в федерацию. О, в Доминиканскую республику я забыл проверить. По-моему, у нас есть на них претензии. Объединение. Сальвадор. Подтвердить. Закрыть. Пум-пум-пум-пум. Сколько мы? Процент... Точек 30-40, да, сэкономили. Контроля. Доминиканская республика. Да, у нас есть претензии. Здесь сидит протекторат. Надо их отсюда выгнать. Успех. Штурмовой операции. Окей, продолжить. Но это надо будет перепроверять. Исследованы действия пришельцев. Новый доступный проект. Жилой модуль. Установить как избранное. Это хорошо. Что там вообще по технологиям? Здесь мы по-прежнему лидируем. Я не закончил смотреть. Скоро получим дуговые лазеры диаметром 60 см. Ок. Так. Факс, ты... Ты исследуешь этого шибая. Так, если я тебя автоматизирую, ты пойдешь... Да, советовать в Америку. Ок. Здесь пока нам ничего нужного нету. Одинбез. Ты можешь воодушевлять. Ужас какой. Проведи разведку. В Пекине. Нет, не в Пекине. Или в Пекине. Нет. А, ну можно и в Пекине, да. Прилегающей территории ты захватишь. Ок. Я не вижу, чтобы ты проводил то, что ты делал. Я Александра выбрал, да? Окей. Окей, ладно. Ты продолжай общественную кампанию. Мартис, ты сможешь этого из инициативы проверить? Сможешь. Тогда Пакс идет вскрывать Доминиканскую республику. А на Гаити у нас есть претензии? Есть. Гаити надо тогда тоже занять. Но опять-таки, через войну или через мир? У, вау. Вскрыть отсюда детекторат не так просто. Серьезно? Из-за чего? Народная поддержка. Защищать интересы. Размер национальной экономики. Совет администр... А, они тут совет администрирования делают? Офигеть. Нет, не Бразилия. Доминиканская республика. Неожиданно. Очень неожиданно. Так, тогда пока займем Гаити. Куба... Куба у нас тоже есть претензии. Бакс. Блин, тебе бы еще и спрятаться не помешало. Давайте займем Кубу. Подтвердить. И в следующем ходу надо будет посмотреть, надо ли кого-то прятать. Так, вроде больше не обнаружено ксенофлоры. Хорошо. Я, во всем каком случае, не вижу иконок соответствующих. Струмовой корабль пришельцев стартует к земле. Прибудет 1 августа 31 года. И проект завершен. Батареи зеленых дуговых лазеров. Диаметром 60 сантиметров. Ок. Так, жилой модуль. Модуль второго уровня. Квартиры и другие гражданские и коммерческие учреждения для экипажа этого модуля. Жилья и их семей. Модуль дает 6 бонус к миссиям по управлению космическими активами на этом хабе. И не требует денежных затрат на содержание экипажа модуля. Уничтожение этого модуля является злодеянием. Отлично. Но этот у нас идет ячейка по военным технологиям. Давайте закончим улучшенные батареи рельсовых пушек. А вот здесь, когда закончатся самоуправляемые автомобили, то мы займемся тем исследованием. Изучить советника успех. Повторить. Мы не полностью его что ли исследовали? Нет, еще не знаем лояльность. Ок. Он в Китай прибыл. Пекин. Падение было в Шиньяне. Поэтому там явно он не там. Общественная компания. Китай провал. Вау. Вон 73 шанс. Ролл 86. Ок. Новый запуск флота. Китая. Но это слуги туда вкладываются. Я туда не вкладываюсь. Изменение режима в Венесуэле. Великое человечество потеряло точки. Получили их слуги. Наземный военный корабль пришельцев на земле. Похоже, пришельцы перешли к следующему этапу своего плана для земли. Это не полуношное посещение или тайное похищение. Это открытое заявление о том, что они здесь и что они сильны. Мы считаем, что они готовятся развернуть армию инопланетных боевых машин. Наши посетители отказались от всех попыток уловок и массово прибывают на землю. У всех на виду и заметно хорошо вооружены. Предназначена ли эта демонстрация силы для сдерживания или является всего лишь авангардом полномасштабного вторжения? Вполне может зависеть от реакции человечества на нее. НЛО приземляется на земле. Инопланетный транспорт приземлился в регионе Белград в Европейском Союзе. На разведывательных снимках видно, что он извергает нечто похожее на войска и военную технику. Мы считаем, что у нас есть только 30 дней, чтобы остановить это. Белград. Европейский Союз. Кто там лидер? Проект Исход. Отлично. Мы в Союзе, значит мы можем отправить туда войска. Естественно, отправляем. Китай, естественно, не в Союзе, поэтому Китай не сможет отправить войска. Ну, что поделать. Блин, жало ли, нет кнопки выбрать все армии там, да, или какую-то вот... Очень неудобно вот так вот одну за одной отправлять. И вот здесь, блин, тоже вот... Ну, нету... Не помечу ногу. Вот здесь враги. Надо отправлять их сюда. Форест, Белград. И по какому принципу отсортирован этот список, тоже непонятно, блин. Барселона. Белград. Все? Все армии я отправил. Гамбург? Почему Гамбург-то? Белград уже. Помахнулся, что ли? А, или ты сначала прибываешь в Гамбург, потом дальше идешь. Окей, ладно. Так и быть. Все, все американские армии, кроме тех, которые воюют вот здесь, в Гватемале... Кстати, что-то мы долго там. 84 процента. Ну, давайте, заканчивайте и потом тоже туда отправитесь. Какие еще армии у меня есть? Китайские не смогут туда зайти. Так, это американские армии. Вот здесь тоже, блин, значок флаг означает не то, кому принадлежит армия, а то, где армия находится. Поэтому не всегда понятно, своя это армия. Так, а вот у меня еще есть армия. Отправить Белград. Не всегда понятно, дома находится армия или нет. Ну, Китай, нет. Китай... А хотя, стоп, Китай же управляют слуги. Поэтому я не знаю, какие у них отношения с Европейским Союзом. Нейтральные, видимо, да? Потому что в соперниках я не вижу. И в союзниках тоже. То есть у них, видимо, нейтральные отношения. Ну, это значит, что Китай не может сюда свою армию отправить. Ну, окей. Отправили американские. Сколько смогли? Сколько у нас... Какой у нас уровень военных технологий? Пятый и снижается. Вау. Не надо, чтобы он снижался. У инопланетян будет высокий уровень моих. Нам будет с ними сложно. Новый доступный проект. Радиообещательная точка. Окей. Контролировать нацию. Успех в Гаити. В отношении союзники Саудовская Аравия и... Кто это? Иран. У, я уже воюю с Гаити. Серьезно? Нет, не воюю. Что вот этот значок тогда означает? Какая-то фигня. Так, союзы отменить нету. Отменить нету. Отменить. О, вот они. Подтвердить. Все, союзников нет. Так что можем объявлять войну Гаити. Ок. Зачистка успеха на Кубе. Ага, здесь две точки. Окей. Доступен специальный проект. Маскировка. По нашим оценкам, мы можем увеличить строительство нашего флота и хабов на 25%. Измеряется по использованию центра управления полетами. Не вызывая возмездия со стороны инопланетян. Хорошо. Так, Александр. Не понял. А, не Александр. 1 без. Я думаю, почему нету атаки. 1%. Защита пришельцев 36. Сложность миссии 4. При максимальном снабжении ресурсами 128 единиц операций. 8% шанс успеха. Защита пришельцев 36. Ну, давайте попробуем. Вдруг получится. Было бы очень хорошо. Так, Александр. Тебе надо спрятаться. Тебя знают и слуги, и протекторат. Это пипец просто. Прячься. Так, 1 без. Академия и проект Исход. Окей. Протекторат и слуги. Прячемся нафиг. Слуги. Тоже прячемся. Великое человечество, протекторат. Прячемся. Мартис, тебя никто не знает. Защищай 1 беза. Повышение. Безопасность. Подтвердить. Давай добьем тебе администрирование до 25. Хорошо. Подтвердить. Поехали. Уйти в тень. Да, ок. 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 Защита есть. Давай. 8%. 8%. 8%. Мы верим, 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 верим. Дополнительный модуль завершен на станции вокруг Меркурия. Построена станция из первой солнечной панели. А, это у нас новые станции на центры управления полетами, которые ок. Продолжить, 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 продолжить. Да, да, да. Это целая куча новых станций. Отлично. Когда они все построятся, мы получим целую кучу управлений, центров управления полетами. Давай, один бес, мы верим, верим в тебя. Ээээ, провал. Ну, кстати, ролл 14. Эх. Повторить и продолжить. Давай, Мартис. Ой, не Мартис, один бес. Еще разочек, попробуй. Неустовчивое поведение лидера. Мы получаем отчеты, описывающие внезапные изменения в поведении некоторых лидеров в Чешской Республике. Что, по нашему мнению, может указывать на попытку инопланетян захватить там контрольную точку для слуг? Так, стоп. У нас есть немножко управления полетами. Давайте мы попробуем опять станцию вокруг Земли построить. Пускай будет... Пускай будет низкая околоземная орбита. Один. Отправлять станции. Все, что мы хотим от этой станции, это защиту. Пум. Пум. Упс. Пум. Пум. И... Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пам. Пло. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Космическая верфь. Парочку. Как минимум. Давайте тройку. Теперь надо все это дело обеспечить энергией. Массивы. Солнечные массивы дают 42 энергии. Массивы термоядерных реакторов 85. Ну, так что здесь мы уже строим термоядерные реакторы. Так. И тогда нам хватит на еще один модуль. Казармы морпехов. Есть. Посмотрим. Что из этого получится. Республика Конго. Защита из стекла. Окей. Так. Мартис. Повтори защиту один беса. Александр. Так. Мы пытаемся вскрыть Карибский бассейн. В то же время надо продолжать здесь поддерживать нашу... позицию. У. Академия здесь, оказывается, вкладывается. Слуги тоже. А мы теряем. У. Сопротивление 31%. А было 50. Так. Здесь ты можешь вскрыть слуг. О. И здесь... Так, стоп. Нет. Теперь и здесь вырос твой уровень. В Доминиканской республике. За счет чего он вырос. Контрольные точки в соседних регионах. Ну, окей. Хорошо. Или добить сначала все-таки кубу. Давайте кубу сначала все-таки добьем. У тебя здесь шансы ниже. Ну, окей. Так. Кэт. Исследуй действия пришельцев. Greenfly. Наверное, будешь советовать. Да, советую. Окей. Это меня устраивает. И Александр. Иди в Китай. У нас нет вариантов. Нам нужно поддерживать Китай. Чтобы нас оттуда не выкинули. Александр может новую компанию взять. Сейчас добыча 2%. Торматика. Это все неинтересно. Командование. Да. Ну, кстати, почему бы и нет. Повысим ТЕК командование. Это повысит наш контроль точек. Пускай будет. Подтвердить. Поехали. Защитить цель. Миссия завершена. Армия завершает развертывание. О, аж армия уже сюда прибыла. Общая стоимость атаки 5857. Их мощь. Стоп. Это мощь. Армия Европейского Союза. Академия пытается защищаться здесь. Красавчики. Окей, ладно. Будем надеяться. Корабль запущен. Привейл блок 3. На Венере. Соединиться к Венере. Закрыть. Присоединиться к Венере. Закрыть. Так, на орбите Венеры у нас теперь 5 кораблей, насколько я понимаю. А, нет, стоп. На орбите Венеры у нас много кораблей. Поэтому Венера стоп. Потому что там были медленные корабли. Монитор, монитор, монитор. Привейл и Бразин. Да, вот эти Бразин. Это очень медленные. Окей. Венера. Два свободных. Устроим наши новые линкоры. Хорошо. Проект завершен. Улучшенные батареи рельсовых пушек. Легкая батарея рельсотрона. Средняя и тяжелая батарея рельсотрона. И батареи рельсотрона будут развернуты на оборонительных станциях. Отлично. Инфракрасные слабее зеленых. Прямо конкретно слабее. Урон 5. Эффективность брони на 200 километрах 1000%. У зеленой. Так, нет, стоп. У 240 сантиметров. Урон 10. Эффективность 78,310. Да. То есть урон у них одинаковый. Но эффективность брони у инфракрасных намного меньше. В смысле выше. Окей. То есть мы берем зеленые. То есть батарея частицевых лучей. Урон 4. Термический, рентгеновский, барионный. Защитный огонь против целей, не являющихся ракетами, будет менее эффективным. Возможность бомбардировки нет. Но это вот из той же серии, что мы уже имеем. А чем он отличается? Урон 4. Термические распределения урона вроде такое же. Батарея частицевых лучей. Дальность. Дальность. А, дальность, наверное, да. Это у нас установка на корпус. А у нас на корпусе сейчас дальность 500. Ок. Тогда исследуем это. Армия завершает развертывание. Хорошо. Наши армии сюда прибывают. Но так как сейчас сражаемся не мы, то мы не видим силу инопланетян. Я так понимаю. Виктор 130 завершает переход на низкую околоземную орбиту. Я надеюсь, он там не за нашей новой станцией пришел. Новый доступный проект. Продвинутые батареи рельсовых пушек установить как избранное. Общественная кампания в Китае. Успех. Плюс 3%. Постоянное назначение. Все. Сиди там, пока мы полностью не получим под себя. Новая армия развернута в Китае. На земле обнаружена инопланетная армия. Мы обнаружили то, что, по-видимому, является ядром армии инопланетных солдат и боевых машин в регионе Белград, вышедшего из недавно приземлившегося там НЛО. Сила кажется небольшой сейчас, но медленно наращивает свою силу. Сила кажется небольшой сейчас, но медленно наращивает свою мощь, наверное. Скорее всего, он больше никогда не будет таким уязвимым. А, или вот теперь мы можем их посмотреть, их уязвимость. Вернее, силу, да. Вот, сейчас у них общая сила всего 5 370. Но она будет расти. И мы уже вступили в действие. То есть сейчас у нас сила сравнимая. Ок. Еще одна наша армия прибыла. Как у нас там, блин? Блин, кстати, надо в Америке объявить войну у Гаити. Или кто там? Да, Гаити. 97%. Атомный век. Проект завершен. Самоуправляемые автомобили. Национальные инвестиционные очки, которые мы направляем на приоритет экономика, увеличиваются на 5%. Замечательно. Антенна вещания. Радиовещательная точка. Ежемесячный доход и бонусы. Одна деньга. Пять влияния. Простая медиастанция для информирования человечества о наших усилиях. Разрешено только в системе Земля-Луна или номерах с населением с 10 тысяч и выше. Не может быть построен в облученных местах. Ну, пять влияния, конечно, может быть и неплохо, но копейки. Давайте откроем жилой модуль. Да, он недорогой. Откроем жилой модуль, а потом уже будем смотреть, что еще. Так, войну Гаити надо облинить. Дополнительный модуль завершен на базе Жанна Дарт. Все, здесь теперь все пришло... Все работает. Две защитных. Окей. Орбитальное ядро станции на орбите Венеры построено. Ок. Хорошо. Штурм инопланетного объекта. Провал. Прервал, ожидающий штурм инопланетного объекта миссию. Это может произойти добровольно. Нет, это произошло, потому что армия вступила в действие. А эта база их развернулась. Мы не успели базу вскрыть до того, как армия развернулась. Окей. Исследовать действие миссии... Пришельцев миссия завершена. Здесь надо будет разведку провести. Еще одна... Еще один флот пришельцев завершает переход на низкую околоземную орбиту. Как-то мне это не нравится. Зачистка на Кубе успех. Замечательно. Отношения. Так, слуги. Отменить союзы. Подтвердить. То есть мы две войны теперь можем объявлять. Куба и Гаити. Окей. Так, как там успехи в Белграде? Да, да, да. Мы их давим, поэтому у них снижается их общая атака от потерь. Хорошо. А если мы сделаем... Эдинбез. Нет, да, Эдинбез. Если ты будешь советовать в Америке, то мы увеличим мощь нашей армии еще больше. Кэт. Ты проведи разведку. Да, вот здесь. Нет, вот здесь. Пахсты. Продолжаем вскрывать здесь защиту. Подтвердить. Мартис. Академия у нас есть. Давайте проверим, что там с Академией. О, повышение. О, Кэт. Безопасность. Нет, стоп. У тебя есть вербовать. Тебе нужно убеждение. Да. Так, и... Блин, тебе бы спрятаться. Ну, давай еще один круг, а потом, наверное, спрячешься. Будем надеяться, что проскочим. Советовать. Миссия завершена. И... П-п-п-п-п-п. Эффективность ее армии и силы обороны на 0.25 стоимость военного приоритета. Отлично. То есть, вот здесь наша армия получила дополнительный бонус. Плюс 0.25 от советника. Хорошо. Дальше. Провести разведку. Так. Проверяем. Вроде я нигде не вижу значков ксенофлоры. Хорошо. Проект завершен. Последнее нападение. Возможно, было бы величайшим преуменьшением в истории, но вся человеческая цивилизация зависит от нашего успеха. Мы сосредоточены, мы уверены, мы готовы. Выполняя цель, подготовьтесь к финальному нападению. Наша работа привела к созданию новой организации, раздел Януса, которая находится в нашем пуле фракций и может быть назначена советнику. Цель выполнена. Мы выполнили цель, подготовьтесь к финальному нападению. Изучив доступные нам данные, мы решили, что лучший план простой. Наши военно-морские силы вступят в бой с космическим кораблем Гидра вокруг своей базы и обеспечат свободную траекторию полета для нашего штурмового транспорта, который приземлится и выгрузит раздел Януса. Затем наши командос пробьются к входу в червоточину и обезопасят его, пока операторы полезной нагрузки доставят бомбу на место и взорвут ее. План имеет множество потенциальных точек отказа, самая крупная из которых – сама червоточина. Мы считаем, что у нашей штурмовой группы достаточно боевой мощи, чтобы пробиться сквозь силы безопасности Гидры. Однако у нас нет возможности узнать, сколько еще их может ждать на дальней стороне. Может случиться так, что наша штурмовая группа будет вынуждена вступить в бой с нескончаемым потоком подкреплений. Без дополнительных данных невозможно узнать. Еще одна потенциальная проблема связана с полезной нагрузкой. Взрывчатые вещества на основе экзотики, используемые двумя полезными нагрузками, являются экспериментальными, но мы считаем, что они должны обеспечить достаточное количество энергии, чтобы разрушить червоточину. Однако мы совершенно не знаем, каковы будут последствия схлопывания червоточины, и как взрыв может взаимодействовать с червоточиной, работающей на экзотике. Даже если нам это удастся, это вполне может оказаться самоубийственной миссией для нашего советника и всех остальных, кого мы отправим на этом транспорте. Несколько наших физиков также предположили, что коллапс червоточины может вызвать неконтролируемую реакцию полного превращения, и в этом случае это станет самоубийственной миссией для всего нашего флота. Мы готовы приступить к вашему заказу. Пришло время. Закройте червоточину. Закончи эту войну. Пусть наш советник назначит раздел Януса организацию целью инопланетного модуля червоточины на их основной базе пояса Койпера с миссией закрыть врата. Чтобы запустить миссию советника для победы в игре, мы должны сначала выполнить следующие цели для обеспечения нашей победы. То есть, казалось бы, все, мы уже знаем, что нам нужно делать, то осталось-то чуть-чуть, да? Ага, а теперь смотрим цели. Инопланетяне должны контролировать не более 0% регионов на Земле. Текущая 0. Окей, то есть мы на Земле пока что инопланетян нет. Ну вот, правда, сейчас они высадились, но мы им даем отпор. И второе условие. Совокупная мощность флотов пришельцев и сторонников пришельцев не должна превышать 25% от общей мощности флота во всех фракциях Солнечной системы. То есть нам нужно найти и уничтожить кучу инопланетных флотов, параллельно развивая свой флот, да? И вот эта вот цель займет какое-то время. Продолжительное, скорее всего. Проект завершен, жилой модуль. Окей. Так, значит, здесь мы исследовали ксенотехнологии. Армия, флот и военные технологии. Окей, нет. На это мы сейчас не будем тратить время. Маскировка. Маскировку нужно либо исследовать прямо сейчас, либо вообще ее отложить и не исследовать. Потому что иначе к тому моменту, когда мы ее там, если мы ее отложим и позже будем исследовать, уже будет абсолютно неважно. Потому что мы уже будем открыто воевать с инопланетянами. А сейчас пока что мы еще имеем возможность немножко прятаться от них. Армия и военные технологии. Корабли строятся быстрее. Наши корабли получают меньше урона. Мегафауна. Порабощение. Порабощение. Захват космических активов. Нет, давайте мы маскировку откроем. Так, и здесь у нас не военные технологии. Батарея из нано-провода. Экзотическая. Ага, для этого нужны экзотики. Ну, у нас их есть немножко, но намного нам этого не хватит. Что это не приоритет. Броня из нано-трубок. 921% дополнительного урона от рентгеновского излучения. 93% дополнительного урона от нейтронов оружия частиц. Бронирование компонентов. Защитные покрытия систем и модулей корабля снижает вдвое весь урон, получаемый внутренними компонентами корабля в бою. Это модуль дополнительный, интересно. Ловитель водорода. Передает кораблю аэродинамические качества, предотвращая повреждения от аэродинамического торможения и позволяет ему пополнять запасы топлива водородом с интерфейсных орбит юпитерианских планет. Корабли, использующие что угодно в качестве топлива, также могут заправляться на юпитерианских мирах. Прикольно. О, вот это круто. 10% экономики, 5% благосостоянию, но 25 тысяч исследований. Нет, давайте мы откроем вот эти бронированные компоненты и уловитель водорода. Упс. Так, здесь по-прежнему мы в лидерах. Ок. Соединенные Штаты Америки получают контроль над регионом Гватемала-Сити. Гватемала завоевана. Замечательно. Так, армию. А, блин, опять забыл объявить войну, да? Ну, переместитесь сюда пока. Или... Ну, да. Мы контролируем, но не союзники. Так что, да, переместитесь пока вот сюда. Потом отсюда будете атаковать. Совсем забыл, что надо войну было объявить. Изучить советника провал. Повторить и продолжить. Модули шалонированные обороты на Меркурии готов. Ок. Так, тут и эти верфи построились. Да, у нас есть свободные верфи на Меркурии. О, не хватает воды уже. Отмена, отмена, отмена. На Меркурии у нас есть флот? Три корабля. Давайте мы построим тогда три малых корабля. На них нам хватает ресурсов. Но вот у нас уже начинаются проблемы с водой. Плохо, плохо. Армия уничтожена. Инопланетный инвейдер армия от Зулу-3 была уничтожена в Белграде. Но еще не вся. То есть мы еще продолжаем сражение. 372, 562. Отлично. Обнаружен труп инопланетного терапода, инопланетянина терапода. Первоначальный осмотр тела этой саламандры, как было названо это внешне похожее на рептилию существо, позволяет предположить, что этот вид либо выведенный для войны, либо рожденный в ее горниле. Его тело состоит из одних мускулов и сухожилий до такой степени, что один только его хвост может легко сломать человеческую шею. И защищено с шкурой, более прочной, чем многие металлы. Тем не менее, при всем своем зверином аспекте, он достаточно умен, чтобы владеть огнестрельным оружием. Это существо визуально пугает наших людей. Даже в виде трупа на него очень неприятно смотреть. Ну, не знаю, вот этот не выглядит таким уж неприятным, так что картинка не соответствует. Было бы трудно представить себе более эффективного штурмовика, чем саламандра. Хотя множество багровых шрамов, пересекающих бронированную плоть этого трупа, могут указывать, на что его виды не выполняют эту роль совершенно охотно. На то, что его виды, не виды, а вид, не выполняют эту роль совершенно охотно. То есть, что они являются рабами, по большому счету. Захватить останки боевой твари. Вот это уже выглядит не очень приятно. Дело существа, которое у нас есть, из-за отсутствия слов, лучше отражающих, устрашающую внешность этого зверя, названного боевой пес, было отправлено для дальнейшего изучения. Оценка перед вскрытием подтвердила, что он неразумен. Мозг маленький, заключен в необычайно толстый череп. И как и в случае с собаками, в честь которых он назван, его придатки просто не способны управлять инструментами или оружием. Труп боевого пса действительно показывает некоторые видимые общие черты с тем, что мы наблюдали у первичных пришельцев, предполагая, что они могут происходить из одного и того же мира. Но это конкретное существо несет все признаки подчиненной расы. Совершенно очевидно, что это прирожденный убийца и возможно даже высший хищник, но обученный подчиняться и атаковать. Захватить живого пришельца Саламандра. Вау, мы даже живого смогли захватить. Ну я говорю, но он не выглядит таким уж прям уродом. Нормальное создание. Говорят, что красота неповерхностна и похоже это не чудовищность. Принюненная Саламандра не демонстрирует ни явного страха, ни уступчивости, а вместо этого постоянно ощетинивается едва сдерживаемой агрессией. И все же это явно не животное. Он внимательно наблюдает, тщательно выбирая моменты и действия. Никогда не опрометчиво. Саламандра – леденящая кровь существо, оказавшееся в присутствии свернутой кольцами мощи существа, глаз, излучающих только холод и ненависть, и, прежде всего, чувство, терпеливо ожидающее идеального момента, чтобы ударить. У меня это предложение просто набор слов и непонятно, что с чем связано. Если он, как мы подозреваем, всего лишь пехотинец в войне, которую мы еще не вполне понимаем, он, тем не менее, более чем способен самостоятельно принимать решения. Новый доступный проект – вскрытие Саламандры. Вражеские миссии террора получат штраф минус 3. Хорошо. Некропсия военной собаки. Наши армии наносят 25% дополнительного урона мегафауне. Мегафауне, но не пришельцам. Вражеские миссии террора получат штраф минус 3. Наши миссии нападения на инопланетные объекты получают бонус плюс 3. Армия уничтожена. Зулу 1. Отлично. Еще осталось Зулу 2. Давай, мочи их, мочи. Да-да-да-да-да. Проект завершен. Бронирование компонентов. Так. Это оставим. Это вражеские миссии террора. Наши миссии. Окей. Корабли. Окей. Армии мегафауны. Вот мегафауну можно звездочки снять. А, миссии поропрощения. Окей. Мегафауна. Так, это у нас была не военная технология. Я хотел еще удавить удловитель водорода открыть. Выбрать. Да, все верно. Поехали. Дес. Все. Мы уничтожили инопланетные армии. Надо будет здесь разведку провести на всякий случай. Отправить все армии домой. Когда там следующий плод прибывает инопланетный. Шельцы. Земля. 30 июля. То есть у нас еще месяц есть. Это какой флот? Флот вторжения? Транспорт. Да, наверное, это флот вторжения. Наблюдение. Наблюдение. Ну, вроде, наш уровень угрозы не вырос. Армейский авианосец. А, вот это, наверное. Флот вторжения. Армейский авианосец. Нарушитель. Нарушитель. Да, наверное, вот эти вот. 30 июля и 31 августа следующего года. Это 2 армии вторжения. А транспорт это, наверное, тогда новый агент инопланетный сюда летит. Хорошо. Зачистка успех в Доминиканской республике. Ок. А у нас отношения... А, здесь мы пойдем через мирное соглашение. Вот здесь мы через войну пойдем. Стоп. Да, все, окей. Союзников нет. А здесь есть, потому что здесь через мир. Так, это Европейский союз. Окей. Бенилюкс. Так, Никарагуа. Когда мы сможем тебя объединить? Или мы здесь через войну? Через войну. Окей. Установить национальную политику. Подтвердить. Тебе два раза надо будет установить. Сначала мы объявляем войну. Кубе, потом Гаити. Так, Кэт. Проведи разведку в Белграде. Что там ничего не осталось. Так, ПАКС. Продолжаем вскрывать здесь Доминиканскую республику. 33% уже успех. Отлично. Подтвердить. Эдинбес. Ты иди спрячься. Ок. Блин. Тебе надо спрятаться. Окей. Подтвердить. Поехали. Норм. Норм. Так, тут. Вроде ничего не нашли. Хорошо. Армия завершает развертывание в Атланте. Окей. Проект завершен. Уловитель водорода. Так. Получаем 100% больше дохода от вражеских... От продажи космических ресурсов. Не то, что нам сейчас прямо в приоритете. Так. От продажи космических ресурсов. Окей. Ого. Анwyn. Все. Так, ну давайте вот новую броню Откроем одну и потом вторую Смотрим, что они из себя представляют Давайте на этом мы на сегодня прервемся Продолжение в следующий раз